обращаю внимание сейчас начнется заезд ни в коем случае не хотите по трассе даже если вы заядлый грибник или рыболов я тут видел на пижме мужики то сидят но по последним данным на 3 сутки слет рыболовов любителей был закрыт бригады наркологов поэтому обращаем внимание тем кто сейчас в состоянии близком к обращению к наркологам ни в коем случае не ходите по трассе не выпадывайте за 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 ограждение это ваша жизнь и здоровье от этого зависит второй заезд класс юниоры самые юные наши участники возраст 14 18 лет включительно до призывная молодежь я бы назвал как этот класс смотрим переживаем желаем удачи вам парни так на что кто-то 2 3 стартующий слева по внутренней дорожке вышел вперед что интересно великолепно сейчас стартовали и внешне внешнодорожечники антон пилюгин мне по крайней мере с комментаторской позиции гораздо лучше видно что 162 номер хорошо стартовал а лидирует 9 константин санин стартовал лучше чем михаил коллегов вообще как говорится полную уверенность может дать человеку только страховой полис поэтому мы не знаем исход этого заезда и не можем даже предполагать постучив по дереву крайне случае по голове комментатора потому что голова комментатор заменяет дерево в любых ситуациях пол круга 9 лидирует 14 на 2 позиции а михаил коллегов только 3 дальше идет 18 номер был от кункаев ну и далее уже очень плотно поэтому можно не перечислять не успеешь сказать как проедут борьба началась между 10 и 9 лучше стартовал константин санин михаил коллегов на 2 позиции евгений дав буш тоже очень сейчас может изменить этот стартовый замес лишь бы не пойти в разнос разложиться как говорят спортсмены не дай бог константин санин евгений дав буш и вот на 3 позиции пока что на 3 позиции михаил коллегов для него это в общем то не страшно у него есть победа в первом заезде у него есть борьба впереди 13 минут плюс два круга все серьезно так у больших дяденек 15-минутные продолжительные заезда в таком режиме она конечно очень выматывает и это показывает время прохождения круга по лидеру 138 сейчас показывает константин санин в отличие от предыдущего первого заезда в своем классе на 2 секунды ухудшил время там был 136 135 сейчас 138 то есть чувствуется некоторая усталость для сравнения то что ребята как-то не расслаблялись я скажу что ничего страшного в этом нет на чемпионате по мото триалу есть такой вид спорта заезды на стадионе продолжается 45 минут на мотоциклах прыгают по трамплинам по горкам 45 минут а у нас всего-то 15 да на свежем воздухе да под ваши бурные аплодисменты давайте похлопаем не только ушами но и руками поддержим поддержим делом наших юниоров константин санин евгений давбуш михаил коликов тройка лидеров сейчас появится перед вами на главном трамплине давайте мы будем приветствовать их советск петропавловская киров и близлежащие районы включая республику мариэл вот константин санин не рискуя в прыжке проходит этот вираж михаил коликов переместился на вторую позицию евгений давбуш решил что будет пока лишь третьим три раза он был уже третьем на первом этапе вот сейчас снова 3 опять 3 опять тройка мама бы заругалась вообще за такой результат до 5 тройки кирилл лавров интересно 62 старта номер закрепился пятерки болат пунктаев и борьба между антоном пилюгином я же вам говорил что этот парень со старта сделал заявку антон пилюгин уже на шестой позиции между прочим хотя по результатам первого этапа мы сейчас сравним анал истории в классе юниоры антон пилюгин выступал и был лишь только двенадцатым набрал всего 28 очков в отличие от победителя наброшу 72 очка в заездах он был шестым восьмым и соответственно сошедший в третьем заезде на первом этапе кубка он не смог посмотрим справится ли он с этой позиции с этой задачей с 12 место переместиться хотя бы на 6 7 как он сейчас находится антон пилюгин будем желать ему удачи сейчас у него пока 6 позиция если не будет схода не даром говорят что мастерство она со временем приходит каждому вот только иногда это бывает уже поздно и тебе нафиг не нужно если физические способности сохраняется при этом а в юниорах самое время учиться учиться еще раз учиться как говорят говорили великие михаил коллегов десятый на второй позиции евгений дав буш 14 стартовый номер на третьей позиции а вот как раз посмотрим судьбу следующей пятерки очень интересно что произойдет 62 кирилл лавров по-прежнему без изменений лидер уже показывает 139 то есть на 78 секунд ухудшая быстрейшее время прохождение круга доход каев было под каев а вот борьба происходит не зря я нахваливал антона пилюгина 162 стартовый номер не буду сейчас перехваливать чтобы как говорят не накаркать но антон пилюгин молодцом идет в этом заезде 162 стартовый номер на 6 позиции стабильно держится уступая лидеру примерно 13 секунд я до трех знаков после запятой не округляю поэтому округляет целых 13 секунд максим свиридок стабильно завершает этот пелетон нет у него сейчас напарника антона пилюгина как было вдруг в предыдущем заезде пока что в гордом одиночестве а тот решил побороться молодцом идет константин санин смотрим расстояние то михаила колегова в секундах это примерно полторы секунды еще большее расстояние от лидера евгений дав буш нет михаила колегова его три с половиной секунды нет ровно 3 и 22 сотых 22 тысяч секунды 3 22 тысячи второе третье место отделяет сейчас по времени прохождение круга интересно происходит заезд потому что при падении скорости вроде бы как становится проще идти на обгон не страшно как это делает сейчас антон пилюгин 162 стартовый номер практически одновременно они сейчас пересекали электронную систему и отделяет антона пилюгина и булата хункаева всего одна десятая секунды меньше одной десятой секунды вы представляете десятая часть секунды это согласно электронной системы подсчета как в легкой атлетике все до трех знаков после запятой иначе бы мы просто не справились счетчики кругов они бы мне кажется просто глаза округлили при такой плотности прохождения трассы только компьютерный подсчет дает возможность нам разобраться в хитросплетениях снова константин санин сделавший сейчас задачу для колегова михаила сложнее в два раза потому что если он занимает второе место сейчас то есть третьем заезде ему только одна дорога идти на победу иначе можно и схлопотать второе место на этапе и воле что первым он был на предыдущем этапе обидно слушает а 6 минут плюс два круга впереди у наших спортсменов примерно пол бака сейчас уже сожжено высокооктанового топлива и этот запах спорта запах горящего высокооктанового бензина чувствуется вообще мотокроссмены знают поклонники автоспорта мотоспорта чувствует этот запах издалека на трассе у одного из спортсменов возникла проблема технической но он поднимается сейчас заводит свой снегоход обращаю внимание судей предупреждайте желтый флаг у нас поднят судьи участники видят так ну что сел чека сейчас чикает чека и так одевает очки можно ехать в общем участник доедет до финиша своим ходом радует радуют нас юниоры константин санин в первую очередь перемещающийся со второй позиции в предыдущем заезде на первую в этом заезде это значит в третьем заезде предстоит еще более интересная борьба между михаилом коллеговым и константином санином там уже будет борьба конкретно за первое место евгений давуш закрепился стабильно на третьей позиции как и предыдущем заезде так же как и в предыдущем этапе стабильность признак мастерства вот только стабильность на третьем месте должна как-то стимулировать человека к развитию возрасте 14 18 лет сложно думать о чем-то серьезном поэтому судьи конечно же судьи организаторы руководители команд тренеры сейчас очень сильно переживают мы моральные можем как-то их поддержать за своих воспитанников за парней которые еще совсем недавно окончили школу многие из них поступили в учебное заведение высшее учебное заведение среднее учебное заведение сдали первую сессию и вот ты уже можешь стать чемпионом россии антон пилюгин по-прежнему на шестой позиции я как-то позабыл про этого спортсмена предыдущем заезде он завершал пилит он а вот сейчас хорошо стартовав нагнав сразу со старта держится на шестой позиции молодец три минуты у нас казалось бы всего три минуты да а для спортсменов сейчас это целая вечность тем более что скорости уменьшается все больше время прохождения круга уже отличается на 10 секунд от лучшего времени в первой серии заездов это не снегоход устал это наверное снег не такой скользкий стал физические участники могли отдохнуть конечно мы сократили это время на 30 минут но восстановление участников с помощью наших высокопрофессиональных специалистов массажистов наверняка произошло ускоренном ритме и снова мы ждем лидера тем более что сейчас согласно время прохождения круга вот если он появится на линии финиша в ближайшие 30 секунд это значит ему останется всего лишь круг а если он появится раньше значит останется два круга вот такая математика при времени прохождения круга в среднем минута 40 так вот уже минута 50 а лидера нет посмотрим может быть он специально притормозить для того чтобы не прокатывать лишний круг но все-таки экономия топлива первую очередь да вот он константин санин 9 стартовый номер минута 35 остается от зачетного времени это значит что при таком времени прохождение круга а он прошел его за минуту 42 ему остается один круг плюс два круга по лидеру вот так теперь уже становится все ясно юниором осталось катить всего лишь три круга что делаете то и хотите или наоборот что хотите то делайте потому что борьба за вторую третью позицию наверняка сейчас не произойдет осталось всего ничего а вот борьба первую очередь с собой антона пилюгина на шестой позиции но и группу плотный плотной группы товарищей в составе 18 62 68 все это представители стк ямбург и стк факел 18 единственный ямбуржец и факел остальные богдан калибаба кирилл лавров максим чернегов вот они как раз сейчас в этой группе между собой возможно и будут бороться за чисто теоретически места пятерки начинает прибавлять сейчас михаил коллегов для него это момент истины потому что если сейчас он нагонит и дай бог перегонит не буду говорить самозванца заезда но тем не менее героя заезда константина санина посмотрим возможно сейчас вы увидите хороший красивый обгон возможно даже в полете санин или коллегов до коллегов михаил коллегов и наши высокопрофессиональная съемочная группа видела этот момент они сняли это потом отмотаете на ютубе когда выложим сможете это увидеть во всяком случае космонавты еще нас никогда не обманывали ни разу великоптер работает международная космическая станция тоже сейчас на прямой связи вот видите да я же говорил я же обещал что у факела носа будет борьба и 71 68 вот сейчас время прохождения круга у них отличается на сотые доли секунды антон пилюгин 5 ему сейчас прессингует богдан колебава у них всего лишь одна десятая секунда отделяет и евгений дав буш сейчас наверняка будет добавлять у него есть все для этого шансы не получился этот заезд у 14 стартового номера ну он может добавить есть еще два круга по лидеру посмотрим что сделает 14 стартовый номер евгений дав буш для того чтобы пробраться в тройку лидеров заслуженную тройку лидеров которую он и должен быть согласно первого первой половине этого заезда он там был и на первом этапе в альметьевске он тоже там был я его видел здесь на трассе по понятным причинам он отстает да очень жалко евгений дав буш сейчас жаль на круг отстает михаил коллегов пошел ва банк и начинает отматывать завершающий круг этого заезда сейчас мы увидим финал победителя вырвавшего на на самом безопасном с точки зрения обгона вот при прямолинейном участке где вот там по левую руку от зрителей если смотри там произошел обгон как раз константин санин был опережен михаилом коллеговым тот самый участок на котором между прочим в следующем классе вы это увидите боролся я помню как боролся классе спорт и пытался обогнать и слева и справа подходил евгений мартиченко я помню как он боролся следующий класс стартует уже совсем скоро но мы можем сейчас приветствовать громко хлопать поддерживать михаил коллега в 10 стартовый номер новый рингой кандидат мастера спорта стк ямбург идет на финиш его линкс в этот раз не подвел команда сработала слаженно ямбуржцы два спортсмена из ямбурга сейчас в лидерах и тот и другой и санин и коллегов представляет стк ямбург финиш михаила коллегова молодцом прошел он эту гонку на последних кругах обогнал своего оппонента константина санина константин сами я считаю что он еще больше молодец потому что со старта очень нервно но он держался долго две трети заезов две трети кругов он шел первым евгений дав буш сожалению на седьмой позиции отстал на круг я так понимаю было падение у него кирилл лавров на третьей позиции ну и дальше по времени прохождения и по завершению заезда булат кункаев антон пилюгин на пятой строчке очень хорошо провел заезд этот антон пилюгин богдан калибаба евгений дав буш неудачник этого заезда седьмой старт номер максим чернега и максим твери док